Так, ну небольшой фильм про амуры. Настоящий амур я вам показывал в прошлом фильме, одном из прошлых. Плоды укрупнились два раза, стали желтыми. Это благодаря, как я понимаю, подвою из желтого абрикоса под названием маджурский. Вот он, плоды желтые и этот стал амур желтый, но увеличился в два раза. Привитый, больше ничего подействовать не могу, кроме вегетативной гибридизации. А сейчас мы стоим в растерянности, я, если среди вас есть люди с учеными степенями, тоже в растерянности, посмотрите, как бы вы не сказали, вылитый амур, вылитее не бывает. Вылитее амура не бывает, смотрите внимательно. Вылитее не бывает. Красавец, да? Давайте поднимем земли. Почему? Так что упала, она не пропала, она просто созрела. Смотрим. А может косточка сухая, внимание, без обмана. Косточка сухая, так, мякоть. Скажу, вот, кислинки нет. И что мы перед этим имеем? Так, мы имеем непривитый, вот он. Непривитый, как несобственный, все они самура. Вот он. Посмотрели? Поверьте, нет абсолютной сладости, как у Королевского или у Фаины, нету. Но он очень вкусен. Еще и без кистинки. Вот. Но в этом году он еще обязан дикой жаре. Он был бы с кистинкой, если б не жара. Но тогда давайте еще вспомним, не к обеду будь вспомнятая, дама, выпускница Тимиразевки, которая написала моему брату, спор был дикий, страшный, с оскорблениями, вот, что вашего брата железо смешанный сад, продает косточки по тысячу рублей. Ну, сказала бы, за сорок косточек. И как сейчас, за 70 тысяч, нет, за... Люди поняли за одну. Это же провокация. Да не, это дело. Она сказала, что мало того, чтобы по тысяче рублей косточек вырастет дичок или жадела, и это обман и мошенничество. Помните, я уже раз пять приводил ее фразу, она войдет когда-то в учебники. Почему? Итак, Амур испортен по двоями, стал слаще, стал крупнее два раза, но поменяла краску, исчезла вот эта вот, ее благородная, как ее назвать-то? Вот это вот, когда не ямочка, а наоборот, этот пупырышек. Вот. А его потомок сохранил, хотя у него, может быть, есть папа другой. Вот. Но, как говорится, пошел в маму, вылитый Амур. Ну что, интересно? А? Где дичок? Ну-ка смотреть в глаза. Где жердель? Ну-ка смотреть в глаза. А? А ведь это Сибирь. А это после 38 градусов мороза, эта зима была теплая у нас. Ладно, 38, но зато морозы были месяца полтора, за 30, ну, на уровне 30. Раз. Минус 9 было, возможно, и ниже во время цветения. Два. Ну что, не годится он для сибирских садов, для уральских, для дальневосточных. Его родина, Дальний Восток. Вот он ползет-ползет, до меня-то ползет. А почему в Европу не ползет? А потому что там выпустят с темирязевки. Не пускают. И еще напоследок, я уже пару раз говорил, это я говорю с каким-то сладострастью. Знаете, когда человек ковыряется в своих ранах, да? Вот. Кстати, единственное, чем я занимаюсь летом, только кашу. Травища видели? Только кашу. Больше ничем. Не удобряю, не поливаю. Так вот, это, я при себя вране поковыряюсь, получил оскорбительнейшее письмо от одной дамы. Вот. Это жертва вот таких, как выпустил с темирязевки. Их, ну, совершенно людей некомпетентных, которые цитируют только учебники. А в учебниках написано то, что... Ну, это как сейчас. Покупайте Жигули. Нет. Покупайте Аку, и вы будете счастливы. Покупайте Запорожца. На рынке поддержано. Он лучше новой Таврии. Нет. Лучше новая это. Мазда или этого. Так, вот. Покупайте и все. Запорожца. И вот примерно такая картина. Письмо. А оно лежало в посылке. Мне вернули половину косточек. Вначале дама что сделала? Олег Костинович, на ваше усмотрение. Чего я только не выписал. Я знал, что манджурцы мои будут такие же. Вот. Вон он. Мы от него ушли. Вон он отсюда видно краснеется. Вот он. Красавчик. Вот. Даже они будут облагорожены. Вот. Сеянцы. Непривитые. И я все это выслал. И побольше. Половину вернуло. Сколько было в письме презрения. Смысл. Там не было слова подавитесь. Но смысл был такой. Я перешерстила весь интернет. Вы что мне выслали? Вот. У меня это. То есть она-то не вызвала. Сама хотела косточек. Но она очарована была моими статьями. Моими фильмами. А тут. Да я же перешерстил интернет. Что вы мне выслали? Вы мне выслали дикари. Я всем потом прикалывался. Когда я увидел, что там Фаина выслала обратно. Десятки косточек. И я взял. И вот это письмо Катерине Карташовой, своей ученице и создателе моего сайта. И в ее саду какие прекрасные были плоды Фаины, которые она вырастила из косточек. А эта женщина отказалась. И главное, она меня обвинила в чем? В том, что все, что я вот это пишу, говорю, рассказываю, все это херня. Это ложь и мошенничество. Те же слова повторила, как это же самое, выпустился теми раздвуки. Вот. Их там две было. Ну, кандидату наук-то надо самому сад-то вырастить. За что вам дают кандидатские? У меня же это, вот смотрите. Сейчас. Сейчас, 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 сейчас. Попросила заморозить Елена Александровна Савинич вот эти вот. Вот эти вот. Видите? Почему? Это деревья, которые мы вместе с ней несколько назад привали. И выросла вот эта. А она не едет, не едет. А они же портятся, падают. Я их давай собирать и пополнять морозилку. Ей надо для отчета. Так. Это я делаю. Но дело в том, что она когда приедет, да, мы еще будем ходить по саду, по саду. И мы будем переучивать всю страну, чтобы не было вот этого. Это страшная вещь. Пень показать вам? Вот тут страшный пень. Вот он зарос, второго не вижу. Вот он. Страшный пень. Здесь росла благородный королевский абрикос с огромными урожаями. Видели пень? Вот. Его уничтожил человек, которому я вначале два саженца абрикоса подарил. Нет. Два продал, а третий подарил. Вот здесь растет второй. Растет. Рост. Здесь под травой не вижу пень. И третий, который он изувечил, но меньше. И вот он изувечил, но меньше. Как ему мешали нижние ветки? Как они мешали? Они под урожаем склонялись до земли. И вот последний умирает. Еще маленечко дает вот такое. Посмотрите, вот это чудо. Вот они, видите? Я же не на рынке их покупал. Они-то так и лежали. Ну-ка, чудо-то светится. Вот. Вот они, видите? Это королевские. Но они уже окраску потеряли. Вот. Вон они, смотрите. Чтобы не думали, что я правда где-то хитрил с дерева на дерево. С рынка купил ведерко. Меня же обвиняли в этом. Не обвиняли, а подозревали. Наверное, Железов покупает. Так и было сказано. Вот. Слух было сказано. То есть в статье, которая была против меня. Так сказать. Он покупает на рынке у черных. Так и было. Извините, эти самые жители Средней Азии. Но это плохой человек вас назвал черными. Вот. Покупает у черных. И... А дальше, ну что, подвешивает деревьев, что ли? Подвешивает. Но это чуть ли не последний урожай. Дерево стареет. Вот они. Это же последний уже урожай. Скоро топор. Скоро пила. Из-за этих злобных жителей, которые в саду не имеют ни одного абрикоса, но учат, учат, учат убивать абрикосы. Вот они абрикосы. Смотрите. Вот они абрикосы. Вот молодые абрикосы. Посмотрите, где у них штамп. Нет у них штампа. Вот. Ну все, я опять завелся. Завелся, завелся, завелся. Вот доедают птицы. Я им отдал полностью это. Вот эту волосюмишу полностью отдал. Птицы ее доедают. Так. А под ней жуткий, страшный муравейник. Посмотрите, вот эта жизнь муравьев. Ведь вы же, прежде чем уничтожать муравьев, научить миллиону людей, вы загляните в муравейник. Вот он. Смотрите внимательно. Вот муравьи с крыльями. Вы знаете, что муравьи летают? Нет? А? И этого не знаете? Вы первые слышите, что муравьи летают? Они с крыльями. Сейчас еще покажу. Вон один побегал. И сейчас, наверное, постеснялся. Вот муравьиная семья работает. Вот это очень большой, по-сибирски меркам муравейник. Ему столько лет, сколько я здесь хозяйничаю, потому что, еще раз, вот то дерево было посажено, уже плодоносило, когда я 10 лет назад выкупил этот участок вместе с этой виллой. Видите? Вилла из этого, из опилок, обшитая досками, и еще этим самым рубероидом. Вот эта вилла за миллион рублей дала мне возможность учить вас. Почему? Потому что я за 10 лет сдал экзамен. Вот он экзамен. Вот они муравьи. Вот они плоды. Последние кисы едят. Вот так, что аж. Вот смотрите, наклеванные, видите? Раз наклеванные, два, три наклеванные. Видите? Вот. Это все отдана птицам. Мне столько не надо. Вот. И не дай бог, чтобы кто-то это... Я сам... Вы видели эту бензокосу? Почему я кашу? Потому что я никогда не затрону этот муравейник. Это святое. Он обслуживает не только... Он тут поблизости один. Следующий он там. Вот. Опа! Он обслуживает ближайшие уводья. Вот. Смотрите внимательно. Смотрите, смотрите, смотрите. Ну, чем вам не нравится? Если вы будете хорошо смотреть, хорошо себя вести, если вы не будете ругаться, смотреть, не смотреть через нижнюю губу. Таких немного. Не больше двух. Которые, это... Всю жизнь ходят с отопыренной нижней губой. И, видимо, это стало частью их характера. Смотрите, пришло время снимать пленку. А, сейчас. До этого и дойду. Итак, как вам эти листья? Это листья благороднейших сортов. Так? Видели? Вот. Вы согласны, что муравьи работают? Мне бы их найти еще, показать вам на дереве, чтобы убедили, что тли нет, ту. Нету, нету, нету. А муравьи есть. И чтобы вы больше никогда не взяли в руки муравьед, чтобы с помощью одной миллиграмма не уничтожить целый муравейник. Ну, где муравьи? Эй, вот, 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 это муравей с крыльями. Внимание, муравей с крыльями. Я ничего не путаю. Вы муравей отличаете от всяких этих, плодожорок. Вот он с крыльями. И тогда получается, а, правильно, разумея крылья, нахрен ему лазить на такую высоту. Второй момент. Случайно обнаружил что? Я обнаружил свою прививку. Внимание, что мы видим? Сегодня у нас какое число? В середине июля я учусь снимать эти ленты. Вот она ленты. Какое сегодня июля? Ага, уже на неделю просрочил. Но это мне некое, это как всегда. Вот смотрите. Итак, абрикос. К нему привит кто? Абрикос привит не просто слива, а слива венгерка. Вот с такими благородными листьями. О, какие они чудесные плоды дают. Это меня Чернобаев научил. Я никогда не жадничаю, я никогда не выставляю себя. Если Чернобаев меня научил, говорит, Чернобаев научил, спасибо, учитель. Вот. Вот так вот иду по его, вот здесь я иду по его путям. У меня не получилось прививки абрикосов на сливы, сливы на абрикосы, но какие сливы? Ренклоды, круглоголовые. А он пошел своим путем. И я теперь его догоняю. Вот одна, посмотрите, какая мощная прививка. Смотрим дальше. А вот это уже привит абрикос. Внимание, тоже пленка не снята. А мне всегда, знаете, что интересно? Опять я ее селекционер или где? Пусть меня оскорбляют. Говорят, что я металлург. Да какой, поздравьте меня. Сегодня день металлурга. Сегодня город гуляет. А я в саду. Мой праздник это сад. Поняли? Сегодня день металлурга. Вот это говорю я, орденоносец. кавалер ордена славы труд третьей степени. Вот так вот. Смотрите. Это прививка. Если в это веточка нормально пошла, то соседняя веточка ниже прививки. Это кто будет? Это если это просто прививка, это будет химера. И я буду ждать, откладывать похороны, пока она не заплодоносит. Будет ли у нее на второй год? Будет на второй год. Вот уже закладывают в этой сапочке. Видели? Видели? Вот. И я должен убедиться, что плоды на ней не такие, как на подвое, не такие, как на привое. Но что вот эта связь, вот здесь вот, она буквально, вот здесь вот, длинный, видите, докуда идет это, заматано. Вот. Это значит, что она выросла на границе подвое-привое, и она будет гибридом, вегетативным. Она будет тем самым презираемой почему-то наукой-химерами, которая является будущим науки, будущим. Запомните мои слова. Запомните химеры, в кавычках химеры, то, что считают химерами, а на самом деле вегетативные гибриды это будущее науки. Вот. Разрешите откланяться. Благодарю за это, за то, что вы меня дослушали. химеры